К повышению качества жизни населения и созданию комфортных условий для жителей нет альтернативы. В этом уверены в администрации Прикубанского сельского поселения. В том, что там есть реальные успехи в социальном развитии, мы смогли убедиться, когда выехали на место. Более подробно о том, что делается в поселении, в репортаже Андрея Вишневского. Каждый, кто въезжает в Славянский район со стороны Крымска, попадает на территорию Прикубанского сельского поселения. Оно расположено в одном из самых живописных уголков Краснодарского края и производит приятное впечатление чистотой и ухоженностью. В поселении, помимо хутора Прикубанского, есть целый ряд небольших населенных пунктов, и все они требуют внимания. Поселение действительно чистенькое у нас, опрятненькое. Не зря у нас там написано на въезде, что благополучие начинается с культуры. Это не просто слова, это действительно там есть определенный смысл. Прикубанское сельское поселение входит в несколько населенных пунктов. Ни один из населенных пунктов не остается у нас в стороне. Занимаемся масштабно, занимаемся практически благоустройством во всех этих населенных пунктах. Сельское поселение принимает активное участие в ряде федеральных и краевых программ, стараясь использовать все возможности для финансирования благоустройства. Комфортная городская среда, это капитальный ремонт автомобильных дорог, это инициативное бюджетирование, это развитие сельских территорий. Мы пытаемся, не то что пытаемся, мы участвуем в этих программах и благодаря участию за последнее время мы очень серьезно отремонтировали дом культуры. Для администрации дом культуры является как бы приоритетным таким объектом. В сельском доме культуры очень довольны тем, что произошли такие изменения к лучшему, что позволило повысить уровень проводимой здесь работы. Сделан ремонт в зрительном зале, заменены кресла, поставлены новые, новый занавес на сцене, ну и сделан косметический ремонт зала. Также сделан косметический ремонт зала танцевального, здесь добавлены зеркала для занятий хореографического кружка бусины. В этом году, кстати, коллектив бусины защитился на звание народного. Ну, все это, конечно, благодаря нашему главе Александру Ивановичу происходит. Также помогает районная власть и край. У нас немножко вперед, в 2020 году был сделан ремонт кровли капитальной, сделан капитальный ремонт крыльца. Программа «Инициативное бюджетирование» – прекрасный инструмент для тех, кто умеет это использовать. И еще, здесь повышенное внимание уделяется организации мест для сбора твердых бытовых отходов. Мы построили прекрасную площадку с уличными тренажерами, детские площадки. Что касается программы капитального ремонта дорог, у нас МТФА-1, весь населенный пункт полностью асфальтирован. При передаче полномочий по организации сбора ТКО выделяются субвенции, благодаря которым мы построили приличные площадки для сбора ТКО с навесами на несколько контейнеров. Производится раздельный сбор мусора. Территория МТФА-2 нуждалась в хорошей дороге. И вот надежды жителей притворились в жизнь. Провели капитальный ремонт автодороги на МТФА-2. Эта улица соответствует всем требованиям последним, которые предъявляются к дорогам. Там и тротуары, и освещение, и бордюрное ограждение. То есть для населенного пункта, скажем, вот такого уровня, да, ну это прилично. Здесь все сделано так, чтобы жителям было удобно. И они высоко оценили проведенную работу. Нам, пожалуйста, сделали дорогу. Детки теперь идут в школу не в грязи. Да и мы сами к автобусу подходим спокойненько, тихо. Вообще у нас, я считаю, глава умница. С чем и как, и в любое время ему позвонишь, и он тебе, пожалуй, он никогда не отказывает. Он всегда, если в его возможностях, он всегда сделает. У нас все очень хорошо, правда, очень хорошо. В перспективе у сельского поселения реализация проекта по программе «Комфортная городская среда», что позволит буквально преобразить центр хутора Прикубанского. Разработали дизайн-проект, который прошел экспертизу, нам его утвердили. Вот эта вся территория, касаясь школы, от школы и до офиса врача общей практики, подлежит реконструкции, создания зон отдыха, пешеходных дорожек, летний театр, детская площадка, сквер, подсветка. То есть, ну мы надеемся, что мы попадем в нее, в эту программу. Приоритетными направлениями остаются ремонт дорог с гравийным покрытием, асфальтирование тротуаров, установка освещения. Также углубляются и очищаются ливнестоки, что позволяет избежать подтоплений. А зеленение территории также находится в поле зрения. Здесь не будут останавливаться на достигнутом. Работы по повышению комфортности для жителей будут продолжены. Андрей Вишневский, Станислав Бурбыко, программа «События».